Зарубежье хабаровчанину ближе, чем родные просторы. Не очень приятную правду признали туристы и представители районных властей. Исправлять ситуацию решили общими силами. Наняли вертолёты, снарядили группу спортсменов, которая сможет проложить маршрут, интересный для любителей приключений разных возрастов. Замыслом поделились с Антоном Примачёвым. Это любительская съёмка с последнего похода. В середине лета туристы нашли снег, сумели встретить несколько диких зверей, а главное доказать новичкам, чтобы провести интерес на отпуск или каникулы, вовсе не обязательно уезжать за 3-9 земель. Выезд с разведкой, для того, чтобы на будущий год уже точно знать, какие там условия, что нужно там для обеспечения комфортного лагеря. И опять же, самое такое основное пункт у нас, это не навредить природе, потому что там всё-таки заповедник рядом. Вот мусор, который собрали туристы, казалось бы, в глухих местах хребта Дусеолинь. Опытные спортсмены бывали здесь неоднократно, но благодаря тому, что на этот раз часть расходов взяли на себя частные спонсоры и районные власти, удалось нанять вертолёт и на обратном пути вывезти собранные жестяные банки. Кроме того, смогли взять в поход детей. Мы были в горах 5 дней, ночевали в палатках, было холодно, трудно, тяжело. Первый день мы поднимались, там была мошка, ходили по сланнику, с лагеря поднимались на вершины. В 8 утра покидали лагеря, в 19.00 возвращались. Благодаря колоссальным нагрузкам, которые продолжались чуть больше двух недель, кто-то сумел прокачать пресс, кто-то обзавёлся объёмными бицепсами и все без исключения прошли проверку на стрессоустойчивость. Температура днём была до плюс пяти, это днём, ночью я просто никто не мерил. Был туман, видимость от 5 до 25 метров, постоянный дождь, причём дождь с переменами в ливень переходящий. Всё это продолжалось где-то неделю. В следующем году планируется вновь наладить вертолётное сообщение и организовать две группы. Одну для опытных спортсменов, а другую для новичков. Задача привлечь хабаровчан к изучению родного края и здоровому образу жизни. Антон Примачёв, Иван Юров, Вести Спорт.